Очередной провал грунта произошел на улице Новоселковская яма. Два метра в длину и четыре метра в ширину источает далеко неприятный аромат. Связан с обрушением верхних сводов канализационной трубы диаметром 1200 миллиметров. Материал трубы – железобетон. Его разрушение связано с высокой степенью коррозии, оголению арматуры. На расстоянии менее 50 метров также колоритно образовалась вторая яма. Длиной четыре метра и шириной три метра. Неприятный запах, который исходит от поврежденных труб, самая безобидная. Поэтому коллектор проходят промышленные и хозяйственно-бытовые стоки. По словам специалистов, 70% канализационных труб в городе Рязани находятся в аварийном состоянии. А значит, вот от таких провалов не застрахован никто. К сожалению, появление огромных ям по городу стало закономерностью. Самый запомнившийся, пожалуй, провал произошел в прошлом году на Кремлевском валон. При этом ямы там появляются с завидным постоянством. Их там было минимум четыре. Причиной образования огромной воронки на проезжей части также стал износ канализационных сетей. Появляются подобные провалы в других частях города. Площадь Победы, проезд Шабулина, список можно продолжать и дальше. Средний срок эксплуатируемых коллекторов самотечных, напорных превышает 30 лет. В совокупности это длительный срок эксплуатации, это газовая коррозия, это материалы трубопроводов, которые были изготовлены более 30 лет назад. И на сегодняшний день морально и физически уже устарели. Проблема усложняет то, что некоторые канализационные коммуникации находятся на глубине порядка 10 метров. Еще одно препятствие для замены или реконструкции труб, по мнению экспертов, плотная застройка и обилие подземных коммуникаций, таких как газ, электричество и кабель связи. Но время не стоит на месте, и сейчас появились такие технологии, которые позволяют проводить работы без вскрытия трубопровода. То есть восстановление работоспособности будет проходить изнутри. Не понадобится даже раскапывать дорожное полотно. Воспользуется ли этой технологией в Рязани и изменится ли ситуацию в лучшую сторону, покажет время. Мария Руда, Олег Парамзин, телекомпания «Город».